Здравствуйте, в эфире программа 7 минут. В гостях у меня сегодня Мария Чернова, ведущая психолог, психотерапевт, Центр здоровья и красоты, доктор Преображенский. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос у меня, наверное, такой. Мы живем в 21 веке, как я люблю говорить, да? Но по-прежнему люди боятся, стесняются, считают ненужным обращаться к психологам и тем более к психотерапевтам. Вот как на самом деле? Нужно ли это делать? В каких случаях, может быть, это нужно делать срочно, пока не поздно? Вот расскажите, пожалуйста. Вы знаете, достаточно у нас однобокое мнение по поводу психологии, по поводу обращения к специалистам, потому что у нас исторически сложилось так в стране, что со словом психа, что по идее в переводе означает душа, у нас большие сложности, да? Потому что концлагеря, всякие-всякие наши исторические штуки – это достаточно тяжелое прошлое, и поэтому до сих пор отголоски его мы продолжаем слышать. Но дело в том, что когда у стоматолога болит зуб, он самостоятельно практически никогда себе не помогает, да? И мы, конечно, можем постричь волосы и сделать еще что-то самостоятельно, но, как правило, мы обращаемся к специалисту. И работа с душой, да, это тоже всегда очень серьезно. И я действительно рекомендую, если у вас нет возможности, если у клиента нет возможности материальной обратиться и долго обращаться к специалистам, обращайтесь хотя бы к религии, да, к каким-то бесплатным, что называется, с точки зрения материальной сферам, но, тем не менее, за помощью обязательно надо обращаться, потому что человек не всесильный, не семижильный, и ему требуется помощь. Это тоже сложно признать, прежде всего, и сказать себе, что я не совсем справляюсь. И, ну, действительно, когда человек понимает, что одна и та же ситуация повторяется из раз в раз, вот тут и нужно приходить, обращаться за помощью, да, я все время наступаю на одни и те же грабли, что же делать, почему же, я взрослый умный человек, но в какой-то момент грабли опять прилетают в известное место, и действительно мы только удивляемся, что же опять произошло. Вот, наверное, в таких ситуациях и следует прибегать к помощи специалиста, к помощи психолога или психотерапевта, например, я практикую психотерапевтические методы взаимодействия с клиентами. Это и длительная работа, и какие-то действительно достаточно короткие, сжатые сроки. Варианты развития событий самые разные, в зависимости от того, с какой проблемой приходит человек. В основном, в последнее время достаточно много обращений бывает по семейным вопросам. И здесь спектр взаимодействия совершенно неограничен. Очень много техник и методик, которые я лично использую в своей практике, и в нашем центре практикуется очень много. Одни из них, самые распространенные, это дыхательные практики всевозможные. Например, у нас вот сейчас идет направление семинаров холотропного дыхания. Это действительно комплексный и достаточно быстрый метод. Можно за два, за три дня решить какую-то действительно актуальную глубокую семейную проблему. Вы сказали дыхательный метод, да? Это в чем суть? Просто научиться правильно дышать? Есть несколько типов дыхания, да? Вроде как это для нас совершенно естественный физиологический процесс, но немногие знают люди, что мы дышим неправильно, как правило. Есть мужской тип дыхания, дыхание животом. Есть женский тип дыхания, когда мы грудной клеткой в основном дышим. Есть такой, в основном подростками используется, смешанный тип, но дело в том, что дыхание, как таковое, это не просто физиологический процесс, да, насыщение кислородом, освобождение от продуктов его распада, да, но и в том числе психологических, освобождение от психологических зажимов, решение проблем. И суть этого метода, в том числе и в том, что наш клиент, который приходит к нам, они могут с удовольствием узнать о себе много нового, открыть в себе какие-то аспекты, которые были мне знакомы. Например, очень часто, это достаточно распространено, важный такой, очень важный, я считаю, женский момент, многие женщины открывают свою сексуальность заново. То есть они практически обретают новую жизнь, вторую жизнь и освобождаются от каких-то комплексов, зажимов, всевозможных, накопленных за достаточно интенсивную непростую жизнь. А вот, кстати, касаемо семейной психологии, да, чаще обращаются женщины, мужчины, или все-таки нужно вместе приходить? Желательно, конечно, приходить вместе, да, но мужчин, который признает свою проблему, это большая редкость в нашей культуре, в нашей стране, и поэтому, конечно, чаще приходят женщины, чего уж греха таить. Но я могу сказать, что действительно достаточно большое количество семейных пар соглашаются на совместное взаимодействие, на совместную работу. И это говорит как раз о том, что фундамент в семье есть, да. Другой вопрос, что нет, может быть, навыков по построению остальных частей, да, дома под названием семья. И тогда как раз наши методы, наше взаимное взаимодействие, наша взаимная помощь, она помогает людям действительно построить более крепкий брак, семью, решить какие-то проблемы. И наилучшим способом, конечно, является общесемейная терапия, да, когда два человека приходят с проблемой. И прежде всего для того приходят, чтобы научиться слышать друг друга. Это же основа любого взаимодействия. Вот, наверное, так будет звучать мой ответ. А вот еще расскажите, пожалуйста, ну, как бы многие боятся, как мы уже выяснили, да, идти к психологу, к психотерапевту. Но все, например, знаем, приходишь к терапевту, тебя послушали, там, что-то сказали, все нормально, да, опять же, там, идя к стоматологу, знаем, что нам предстоит. Вот, идя к психологу, вот, что нам предстоит? То есть, как это выглядит? Это достаточно, кажется, оказалось бы, да, несложный. Много страхов, мне кажется. Страхов очень много, да. У меня есть любимая шутка на этот счет. Все боятся идти к психологу, боятся, что он что-то присадит им в голову. Но ничего личного, все из материала заказчика, да. Действительно, то, с чем приходит клиент, это только его внутренний мир. И самое, самое частое опасение клиентов, что меня сейчас изменят, сделают из меня что-то другое, новое, и я стану вот совершенно непонятным для себя, прежде всего, человеком. Это неправда. Изменения происходят в жизни, в сфере общения. Да, это какие-то внешние социальные манипуляции. Но человек не становится другим. У него не вырастает третья рука, восьмой глаз и так далее. Он остается собой, просто он знает себя гораздо лучше. И психотерапевтическое любое воздействие направлено, прежде всего, не на изменение самого человека, на изменение его социальных взаимодействий и на самопознание. Это самопознание, это понимание, где я, где мои границы, физиологические, психологические. Откуда у меня, вот, например, там, мои грабли, откуда они взялись, да. Когда человек знает, откуда грабли, он может совершенно спокойно к ним подойти и уже не наступая так посмотреть на него, сказать, а, так я же вас знаю, ну, и лежите себе спокойно. Вот в чем изменение, да. И поэтому запрещать бояться или говорить, друзья мои, не бойтесь, это там все хорошо и так далее. Нет, это действительно трудный процесс. Трудный процесс самопознания, самооткрытия. Но бойтесь, ну, не сильно, говорю я обычно своим клиентам, потому что я с вами, и я здесь именно для того, чтобы помочь вам максимально комфортно познать себя, найти себя. И очень часто бывают вопросы от клиентов такого порядка, да почему же я с близкими-то не могу поговорить, да, в чем проблема. Я действительно буквально на пальцах показываю одну простую штуку. Когда нам плохо, у нас вот так, как будто некие колебания с нами происходят, душевные, там все бурлит, происходит и так далее. Когда мы приходим к друзьям или близким, они из-за чувств базовых, основных любви, дружбы и так далее, они начинают вместе с нами колебаться в этом же режиме. А суть в том, что мы обращаемся за тем, чтобы нас остановили. Да, и в этом смысле специалист, психолог, психотерапевт, ведущий каких-то семинаров, он другой, он не семья, он ничего о вас не знает, поэтому он способен вас, вот это колебание снизить, остановить, облегчить ваши страдания. Вот, скажем, очень, конечно, так может быть завуалирован, но тем не менее, вот примерно так выглядит метод и семейной психотерапии, и психотерапевтического индивидуального взаимодействия. Ну, в общем, как выяснили, ничего страшного, одна только польза. Одна только польза, действительно. Спасибо вам, Мария, огромное. Да, друзья, здоровья нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня была Мария Чернова, ведущий психолог, психотерапевт, Центр здоровья и красоты, доктор Преображенский. Это программа «Семь минут». Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова